Чем запомнилась среда, расскажу я, Дарья Жилина и мои коллеги. Это автограф дня. Здравствуйте и коротко о темах. События, которые ждали. Врачебная амбулатория в деревне Петариха начала прием пациентов в улучшенных условиях. Сегодня в правительстве области прошло награждение призеров конкурса «Организация высокой социальной эффективности». Кто победил? В Центре «Патриот» курсанты Арктического морского института проходят сборы по начальной военной подготовке. Как ребятам даются новые дисциплины? Можно ли за короткий срок привести себя в форму, если всю зиму было тепло и сытно? Расскажем, как это сделать без вреда для здоровья. Организацию весеннего призыва в армию обсудили сегодня на совещании в правительстве региона. С докладом выступил военный комиссар региона Александр Севастей. Так, призывники из Архангельской области в основном будут служить в воинских частях и подразделениях Северного и Балтийского флотов, а также войсках Западного военного округа. Десять новобранцев пойдут служить в президентский полк. При этом военный комиссар еще раз подчеркнул – в горячие точки срочников отправлять не будут. Об этом сказал министр обороны на селекторном совещании 29-го числа с руководящим составом министерства обороны, что призывники привлекаться в службу в горячих точках не будут. Всего с 1 апреля по 15 июля из Архангельской области на службу в армию призовут чуть больше тысячи юношей. А теперь в Няндамский район. Мошинская врачебная амбулатория начала прием пациентов в улучшенных условиях. Она переехала в просторное и удобное помещение, которое отвечает всем стандартам оказания медицинской помощи. Подробнее в сюжете Александра Богдановича. Для местных жителей это долгожданное событие. Почти три десятилетия Мошинская врачебная амбулатория размещалась на первом этаже жилого панельного дома в деревне Петариха. А после договоренностей между администрацией Няндамского района и ЦРБ решили выделить для амбулатории более просторное помещение в местном школьном интернате. Два года мы ждали этого события. Наш коллектив очень рад. Надеемся и население будет довольное, и мы. Теперь Мошинская амбулатория соответствует всем современным стандартам оказания медицинской помощи. А по программе модернизации первичного звена здравоохранения здесь обновлено оборудование и мебель на сумму более трех миллионов рублей. Благодаря поддержке нашего губернатора Александра Витальевича Цибульского мы сегодня уделяем огромное внимание первичному звену здравоохранения. Это не только модернизация оборудования и строительство ФАПов. Это вот, скажем так, приспособление, нахождение помещений, закупка новых для того, чтобы сюда приезжали врачи. То есть самая главная задача, которую мы решаем, это создание хороших условий для работы. Амбулатория уже начала прием пациентов. Все необходимые условия здесь созданы. Теперь у нас есть новая больница. Коллектив рад, доволен. Мы готовы оказывать помощь населению. Я получил задачу от министра здравоохранения по ремонту квартиры, из которой переехала амбулатория. Для того, чтобы эта квартира использовалась в дальнейшем для проживания врачей, которые к нам приедут для того, чтобы работать и лечить наших уважаемых граждан. В ближайшей перспективе возможности медучреждения предполагается расширить. Обсудили с руководством района и с руководством больницы возможность открытия здесь в рамках указа губернатора в аптеке, где будет как раз таки существовать аптечный пункт. За счет работы ГУПАО «Фармация» и взаимодействия с ними будет цена сохраняться аналогичной городским ценам. А также в целом обсудили возможность создания в амбулатории станаторийского кабинета. По словам руководителя областного Минздрава Александра Герштанского, услугами амбулатории смогут воспользоваться около двух тысяч жителей близлежащих деревень. Александр Богданович, Наталья Перцева, Регион 29. О Вильском районе состоялось выездное заседание Комитета по культурной политике, образованию и науке областного собрания депутатов. Как исполняется нацпроект «Культура» на примере этого района узнал Алексей Макеев. Это не контроль работы исполнительной власти, а возможность для депутатов участвовать в решении задач по ремонту учреждений культуры. В рамках нацпроекта со стороны федеральной власти уделяется много внимания модернизации материальной базы сельских ДК. Такие задачи с прошлого года субсидируются и в Вильском районе. Три объекта поддержаны, причем два из них получили только федеральные средства, порядка двух с половиной миллионов, на объемные ремонты, большей частью кровли и фасадные работы. Дом культуры в Далматово получил еще и региональную поддержку, то есть два с лишним миллиона федеральных средств, пять миллионов мы выделили на продолжение ремонта именно из регионального бюджета. При этом у каждого дома культуры сейчас реализуются проекты по линиям территориального самоуправления и благоустройства городской среды. Но даже освоение выделенных денег может стать проблемой. Вы знаете, что цены подскочили. Цена опроса на тот момент составляла два с половиной миллиона. Ну, я думаю, что мы постараемся заменить шифер, балочки и основания сделать покрасивее. Эти вопросы решались на круглом столе с представителями местной власти и общественниками. Тем более Вельск остро нуждается в новом районном Доме культуры. Надежд на визит депутатов у вельчан много. Поэтому я думаю, что это огромный плюс нашему району и в продвижении, может быть, строительства нового Дома культуры. И чтобы те ремонты, которые впервые на федеральном уровне выделены деньги на ремонт Дома культуры, были сделаны хорошо. Детские площадки, спортивные городки – тоже часть схемы по созданию центров притяжения для жителей. В рекомендациях по итогам круглого стола, в том числе в адрес правительства региона и Министерства культуры, будут отражены задачи, которые сегодня ставят перед собой жители Вельского района. Алексей Макеев, Андрей Миронов, Регион 29. В правительстве области сегодня прошло награждение призеров конкурса «Организация высокой социальной эффективности». Он проводится с 2009 года с целью отметить компании, которые заботятся о комфорте своих сотрудников. Кто стал победителем на этот раз, знает Лидия Папуш. На работу в эти компании сотрудники точно должны идти, как на праздник. Ведь просто так конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» не выиграть. С 2009 года в стране определяют компании, которые особенно заботятся о своих сотрудниках. «Это прежде всего сокращение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, развитие человеческого и профессионального капитала в организациях. Это создание адаптивных условий для тех сотрудников, которые имеют семейные обязательства, имеют детей, детей-инвалидов». В этом году в региональном этапе конкурса участвовали шесть крупных организаций, которые боролись за звание лучших в семи номинациях. Архангельский ЦБК завоевал третье место за развитие кадрового потенциала, а также два первых места за снижение производственного травматизма и развитие программы здорового образа жизни на предприятии. Работники комбината у нас могут бесплатно посещать бассейн, тренажерные залы, спортивные залы, различные проводятся эстафеты, соревнования, в том числе и семейные старты. То есть у нас достаточно широкая программа, где вовлекаются не только работники, но и члены их семей. Помимо этого у нас и реабилитационно-восстановительное лечение для работников есть, и программа дополнительного страхования медицинского. К слову, первое место за развитие кадрового потенциала в этом году получил «Североалмаз». На конкурсе отметили высокую зарплату в компании, образовательные программы для сотрудников и комфортные условия труда. В начале года мы выбираем определенную номинацию, смотрим критерии, по которым можно набрать максимальное количество баллов, и понимаем для себя, что это лучшие практики. Сверяем это с нашими бизнес-процессами. И если мы где-то видим, что мы не дотягиваем, мы разрабатываем дорожную карту для того, чтобы соответствовать лучшим практикам и набрать наивысшие баллы. Региональным этапом конкурс не ограничивается. Теперь две компании региона – «Североалмаз» и «АГД Даймондс» – попробуют получить успех на федеральном уровне. Всероссийский конкурс пройдет в мае. Далее секунды рекламы, а после узнаем, почему важно проверять тонометры на точность и где можно это сделать. Оставайтесь с нами. Стартует Всероссийская декада подписки. Только с 4 по 14 апреля оформите подписку на областную газету «Правда Севера» по льготной цене со скидкой 30%. Оформить подписку можно дистанционно, за 5 минут онлайн на сайте, в любом отделении Почты России, подписной индекс П4182, или пригласить почтальона на дом по единому телефону. Подарите себе и близким подписку на любимую газету. Архангельский центр стандартизации проводит акцию «Будь уверен, будь здоров». Несколько дней инженеры проверяют тонометры на точность показателей. Почему это важно и где можно проверить ваш прибор, расскажет Михаил Меньшенин. Возраст Николая Толстопяткова заставляет внимательно следить за сердцем. Тонометром пенсионер, бывает, пользуется по несколько раз в день. Так что точность прибора для Николая Геннадьевича – вопрос жизни. Когда он врет маленько, то сомнения зарождаются. И хочется всегда, чтобы давление было поменьше. А если он показывает больше, то это, конечно, нежелательно уже. Приходится прибегать к таблеткам. А вот сейчас товарищ меня заверил, знак качества поставил. И буду уверен, что у меня фактическое давление, какое показывает прибор. На поверку тонометра в центр стандартизации Николай Геннадьевич пришел, как оказалось, вовремя. Его прибор занижал показатели на 5 единиц. Благо, на месте специалисты все настроили по новой. Теперь все точно. Ну что, теперь сразу только вас благодарить. Спасибо. Вы очень помогли. И будем здоровы. Сама поверка занимает всего несколько минут. Специалисты центра метрологии замеряют давление на эталонных образцах. Небольшие неточности в работе тонометра исправляют на месте. Хотя бывают и поломки серьезнее. Это может быть просто уже от старости, то, что какие-то элементы прибора износились. Может быть, что была какая-то перегрузка, например, по датчику давления. То есть передавили его каким-то образом, и вот уже стала, ну то есть достаточная деформация. Поверку прибора в центре стандартизации проводят в рамках акции «Будь уверен, будь здоров». Росстандарт организует ее в нескольких регионах с 2018 года. Теперь поверку тонометров решили сделать повсеместной. В этом году акция носится российский характер. То есть уже из экспериментальной, которая в других регионах уже проводилась. Она показала свою нужность, необходимость. И, соответственно, распространена в этом году на всю территорию России. Проверить тонометр, кстати, бесплатно можно еще два дня. 7 и 8 апреля в Архангельском центре стандартизации по адресу Шубина 3. И лучше это сделать. По статистике, каждый десятый прибор работает неправильно. Михаил Меньшанин, Денис Линчевский, Регион 29. А теперь в Центр Патриот. Там курсанты Арктического морского института проходят учебные сборы по начальной военной подготовке. Узнаем, как ребятам даются новые дисциплины. Познать азы армейской службы – удел сильных. Именно поэтому курсанты Арктического морского института имени Воронина проходят сборы на базе Центра Патриот. В программе 9 дисциплин, необходимых для службы в армии и работы на гражданском флоте. Интересно так погрузиться в армию, практически как в армии здесь. Конечно, военное дело всегда интересно. Особенно, когда у нас, можно сказать, полувоенное училище. Нам это, в принципе, ближе. То есть, в самом по себе интересно. Мы также заправляем кровать у себя. Вы сами хотите в армию, да? Готовитесь к ней? Ну, в целом, да. Почему? Интересно. А чем интересно? Почему нужно в армию? Банально – долг родине. Главной особенностью сборов – это практическая часть. У ребят есть возможность познакомиться с новейшими образцами оружия и проверить свою меткость в лазерном тире. Они оттачивают умение, да, как правильно держать оружие, стрелять. Он имитирует звук выстрела у нас, да, ауди-система подключена, он имитирует. Они сейчас просто тренируются стрелять по мишеням, движущимся, недвижущимся, или просто сдают. У нас есть программка сдавания ГТО. Вот. Они стреляют, пытаются применить свои умения, как бы они по-настоящему, если сдавали ГТО, смогли бы они сдать. Одна из главных целей – качественная подготовка будущих призывников к службе в армии, а также объединение и сплочение ребят. Мероприятия важны для патриотического воспитания молодежи, и поэтому наш центр, придерживаясь государственной политики, в этом направлении проводит вот такие мастер-классы. В конце пятидневных сборов курсанты получат сертификаты о прохождении обучения в Центре Патриот. И пусть этот опыт сослужит им только добрую службу. Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29. Чтобы такое съесть, чтобы похудеть. И желательно вчера. Вопрос этот задаем каждую весну. Можно ли за короткий срок привести себя в форму, если всю зиму было тепло и сытно? И как это сделать без вреда для здоровья? Мой коллега Алексей Макеев отправился в спортзал. Восемь часов утра. В тренажерном зале народу не густо, зато те, кто лег спать до полуночи, это важно. Уже бодры и стройны. С утра нужно пить воду, чтобы запустить метаболизм. Без этого, увы, не худеется. Привыкайте. Живот не втягиваем, стеснение тоже делу не поможет. И с оптимизмом, раз уж пришли за новой фигурой, вперед к намеченной цели. И поскольку, как обычно, мы хотим все и сразу, то обращаемся к президенту чемпионов Евгений. А часто ли к вам приходят вот такие, как я, в слежавшихся годами трикошках, и говорят о том, что убери вот это, через неделю у меня свадьба? Каждую неделю, каждую неделю приходят желающие привести себя в форму, погода улучшается, да, и люди стремятся. Возможно, буквально за неделю бросить какие-то килограммы, то, что хотят все? Нет, нет, это миф. Невозможно. Можно только воду сбросить. Жир невозможно сбросить так быстро. Пора опустить руки. Но дорогу оселит бегущий, причем не так уж и быстро. Нельзя себя перегружать. Ну или даже идущий. Естественно, ввысь. Тоже без фанатизма. К пьедесталу почета имени себя любимого или любимой. Алена, а вы сюда пришли толстенькая? Ну, я не скажу, что толстая, но формы не было. Давно занимаетесь? В зал я пришла еще, наверное, в школе. А вот прям интенсивно занимаюсь в последний год. Калории считаете? Естественно. Ну, калории, наверное, не столько. Больше белки, жиры и углеводы. Считать все это рекомендует и нутрициолог, специалист по здоровому питанию. Диет на свете 30 тысяч, а это значит, что ни одна из них не работает. Так что главное – питаться правильно. Например, правильно паштет из горошка и омлет. Здесь и растительный, и животный белок сразу присутствует. И, соответственно, так как полноценный белок у нас попадает в организм, и если мы говорим о том, чтобы контролировать массу тела, то очень важно соблюдать вот такую формулу, как 1-2 грамма белка на килограмм массы тела. Не забывайте, что мы состоим из белка и воды, так что их недостаток тоже тормозит процесс снижения веса. Прибавляем полкило свежих овощей в день. Худеть, не меняя питание, вы уже пробовали. Теперь стоит прислушаться к советам профессионалов. За полтора часа до и после тренировок – рот на замок. Убрать все сладкое, убрать весь хлеб нам не нужен, потому что также убрать по возможности молочку, за исключением творога и сыра, потому что там содержится лактоза, это такой же молочный сахар. Убрать сладкие фрукты. И цель должна быть реальной, а не как в прошлый раз – 30 килограмм за неделю. Крепкий торс и упругая попа не вернутся, если не приложить усилий. Так что берем себя в руки и планомерно день за днем бежим к новой здоровой жизни без одышки. А когда эти самые пока не накачанные руки опускаются, передаем себя любимых заботам тренера и специалиста по питанию. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Светлана Михеевская, Регион 29. Таким был этот день. Желаем вам хороших новостей и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова